привет друзья потихонечку привет всем алис привет в этот чудесный весенний день когда природа уже расцветает у нас да я очень рада очень очень рада всех вас видеть уже соскучилась по нашим эфиром и обсуждением сегодня у нас отражение будем обсуждать такая тема она закономерно идет из теней то есть эфир перед этим у нас был по сложным случаем линейной перспективы а еще до этого был по теням вот как раз прямо отражение очень хорошо идут от теней то есть просто поверхности у нас немножко меняются и вот 24 видите из моего из моих немножко таких напряженного графика каждой четверг и к сожалению не могу проводить эфиры но я очень хочу и поэтому так светлана будет ли отчета вашей поездки вен отдельное видео я имею ввиду я к сожалению не снимала я знаю что у меня девчонки все снимали может быть что то ну то есть видео есть много но его надо монтировать к сожалению я уже 11 улетаю в киргизию я не успею это сделать до отъезда но я думаю что в итоге какой-то такой формат будет я старалась максимально в stories отражать наше путешествие и фотографиях и вы можете всегда выбрать для себя какой-то такое тоже творческие туры присоединиться вот потому что ближайшие вот киргизии 11 и 28 мая рим прекрасный рим солнечный вот там есть еще несколько мест вы можете присоединиться нас очень крутая команда творческая и будут время так встречи с художниками еще другими так что обязательно присоединяйтесь там много сюрпризов будем ждать красоту акварельной из киргизии да вы знаете вот поэтому тема непосредственно 24 когда я вернусь из киргизии будет горы почему потому что в киргизии сейчас еще снежные горы прекрасные снежные горы вот и как раз мы рассмотрим эту тему как их рисовать как их отображать где-то но естественно не все и конечно это не пленэр но я постараюсь вам такую водную сделать венский пленэр был чудесного маш спасибо большое у ира прошу не на ура спасибо так отлично ну что ж потихонечку начнем я просто для начала просто хочу показать работы показать о чем же мы будем говорить но эту работу я думаю вы все видели опять же вот такой референс то есть где у нас на референс и внизу нет ничего спасибо за ваше вещание все очень интересно светлана спасибо где у нас внизу нету ничего и в принципе не совсем интересно так еще и мы с вами когда тон разбирали всегда да вы знаете что больше детали больше тонны именно вблизи а тут у нас получается даже такая плоская поверхность которая неинтересная вот как же хочется на пленэр на что делать если дети если вы в москве будут пленэр летом москве вот 16 18 июня будет царицыно с дротим и так и когда неинтересно один из приемов акварельных и отражение это непосредственно прям акварельная акварельность да вот такая масло масляное вы можете этим приемом пользоваться для того чтобы разнообразить ваш пейзаж воля привет так вот как бы то что на референс это что получилось у меня потому что мне нужно было дать до какую-то плоскость дать здесь вот что-то интересное и мы сейчас с вами как раз рассмотрим я порисую покажу как вообще просто как легко и просто это сделать самое главное что нужно нужно понимать что отражение это всегда если это отражение в пейзаже они не являются главным ну то есть если вы не рисуете именно само отражение то они легкие то есть чем легче вы их напишите тем лучше даже если они не будут прям сто процентов там совпадать или где-то там но чем они легче тем лучше вене мы узнали что возможность появляется с детьми да у нас такой сегодня эфир я буду читать кэш комментарии саш ты права у нас чудесная девушка настя была с ребенком и пленерила так что так что вот так бывает второй важный момент с отражениями что значит я прям даже опять буду писать как всегда то есть отражение в пейзаже значит значит важно чтобы они были легче ну то есть проще давайте так проще чем основной чем основной объект как только вы будете в них очень сильно вкладываться вся легкость уйдет и будет ощущение что у вас что объект что отражение ну то есть они совпадают а как правило отражение всегда легче мы на референс сейчас посмотрим с вами значит второй момент они все отражения идут вертикально вниз ну то есть чтобы чтобы это не было особенно хорошо видно на фарах давно все вот эти отражения вниз они идут вертикальным касательно отражение лодки или предметом еще отдельно поговорим но вот свет и там тень вот такая вниз она идет по поверхности так значит и третий момент что в плоскости плоскость это плоскость в которой находится отражение она всегда темнее сейчас як то есть если у вас облака то здесь вода то вы сначала тонируете я сейчас покажу тонируете цветом данной плоскости а потом пишите в ней отражение то есть нельзя сделать так что здесь просто абсолютно белая и выпустили отражение то есть она не должна быть у вас белая то есть отражение идут в плоскости плоскость сейчас асфальта или воды имеет цвет и имеет цвет а дальше уже идут отражение так мне кажется что изображение много мутного ты надо бы резкость немного улучшить резкость отличная я настраивала может быть что-то не так да все нормально согласно абсолютно это вот основные моменты до которые нам нужно нужно запомнить и это прям принципиально важно значит еще раз посмотрим на живых фотографиях алена привет что у нас да как раз отражаются вот эти моменты все значит проще чем основной объект то здесь мы видим значит здесь мы видим что у нас объект имеет несколько до тоновых градаций а отражение как правило проще проще не по форме даже а ну по тону она более плоская значит второй момент какой у нас что идут вертикально вниз идут вертикально вниз все верно так и третий момент что плоскость асфальта или воды имеет цвет то есть если у нас вверху все светлее то здесь у нас есть свет свет да и уже в нем идут отражение то есть это такое прям принципиальный момент то же самое у нас здесь свет здесь объекты вертикально вниз у нас идут отражения и плоскость все равно асфальта она не не прозрачная надо имеет некий свет цвет и уже потом в ней идут отражения в планшете тоже отражается да я вот отражаюсь планшете что ж поделать что ж поделать к сожалению и вот с водой мы разберем с лодкой и простой момент вот еще раз до обычный городской пейзаж значит тут хорошо видно да что наше отражение идут вертикально вниз и они конечно более простые чем проработанные детальные верху они проще они и и они в плоскости которая имеет цвет темнее да чем вверх у нас то есть сначала у нас мы рисуем заливаем так скажем тоном и потом уже пускаем отражение будем разбирать здесь то же самое у нас здесь светлое а здесь у нас уже у асфальта есть цвет и в нем уже ведут отражение то же самое от всех объектов вертикально и проще вот три момента которые нужно с этими с отражениями точно знать ну и конечно же ну как без да что что у меня сегодня поворачивается значит без цветных без отражений фар тут уж никак потому что это самое любимое сразу очень 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 красиво получается все такое светящиеся то есть дождь у нас прям мы как раз вене рисовали один день в дождь так когда такая ситуация идет с водой ну вот отражается все равно как бы я не крутила ну вот так наверное когда у нас объекты до существует вот если мы будем прям прорисовывать давайте начнем с вот этого вот не к примеру так яркость побольше на планшете но это просто очень темная фотография и кстати я советую вам не выбирать идеальные фотографии иногда чем темнее фото тем лучше вы обобщаете вот прям серьезно чем больше деталей можете просмотреть чем крупнее я вот не рисую никогда с планшета если даже рисую там дома пишу чем меньше тем лучше больше больше упрощения так ну вот к примеру это здание поэтому а когда мы все 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 можем просмотреть ну все тогда опять же вот вернусь к тому что говорила неоднократно и если мы думаем что если мы пропишем все детали будет реализм то это не так не будет значит кто знает японский у нас до широкая аудитория вот такой до момент с отражения просто часть этого пейзажа напишу чтобы нам разобрать тут у нас идет мост какой-то светлый что-то там такое вот и второй до второй момент им 2 я наверно таких напишу что показать как ну как лучше и как сложнее работать это у меня мулин просто ханна бумага просто он у меня пострадал на пленэре краски поэтому немножко я его уже использую добрый день а вот на фотке где люди идут девушка отражение светлее это рефлексы какие-то не успела рассмотреть так девушка светлее имеется ввиду какое какое фото где люди идут так сейчас посмотрю а я поняла я имею ввиду что отражение всегда она будет светлее чем верху я скорее говорю про то что у плоскости в которой находится отражение есть свой непосредственный цвет то есть мы сначала сейчас вот будем об этом говорить закладываем тон плоскости а потом делаем отражение отражение конечно светлее чем объект сами по себе и проще и светлее так история с деталями да ну истории детализации избежать конечно на пленэре это вот прям самое основное учимся смотрим видим в живую так что то такое если да если мы будем рисовать отражение прям темнее чем объекта ну такое бывает вот как здесь сейчас как раз этот момент но как правило в асфальте там во всем они немножко они не то что тонн вы их можете определять уже до смотреть и определять какой тон но самое главное что они проще идут тот по рисованию да по всему они визуально проще то есть у них нет столько деталей сколько вы видите в самом изображении вверху так вот здесь такой важный момент как раз сразу что у нас есть несколько нарисую два варианта как можно здесь нарисовать отражение просто это такой знаете классический если другие проще то здесь прям сразу начинают вот что делать вот здесь вот будет ошибка как не надо как не надо писать у меня кисть я в одном из эфиров уже рассказывала это арт-сикрет белка с алиэкспресс и кисть 14 размер неплохая кисть так то что у нас начинается мы начинаем видеть все все детальки и начинаем вот так вот сначала до прорисовывать прям вот все 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 потом тут оранжевый еще какой-то цвет и вот мы начинаем тут все потом у нас это высыхает мы в эту заливку еще 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 потом вспоминаем что нам бы надо бы цвет дать предметы то есть мы не когда рисуем отражение мы не начинаем с отражение мы начинаем заливки этой области то есть здесь есть два варианта совсем простой и вот с такой же техникой да когда мы вырисовываем значит совсем простой вариант когда просто увлажнил я естественно я сейчас не рисую вам прям вот я рисую упрощенно до показываю потому что намного надо разобрать много здесь идет именно схема рисунка увлажню здесь можно или с кисти дам сначала цвет как бы базу потому что вода она у нас сама по себе имеет цвет он может быть легкий совсем по тону но он он должен быть сначала заливая ну а здесь там чем чем ближе да там уже могут какие-то и даже волны волны показать идет детализация вблизи и уже появляются какие-то детали вода и здесь есть сразу вариант того что мы можем сразу написать отражение просто от объекта нужно наклонить таким вот образом там где у нас темно соответственно сверху там темно и внизу где у нас светлее где у нас есть какие-то пробелы там у нас светлее здесь вот темная часть под мостом вот она нам сразу тоже дает отражение это самый такой знаете простой вариант самое главное что помнить что отражение вот здесь вверху вот вверху они плотнее то есть мы ставим отрываем ставим отрываем то есть самые плотные потом его тут верху самые темные самые плотные тут уже можно какие-то там детальки несколько таких делать ну суть в том что вот такой момент что вы просто обозначаете что там есть отражение иногда этого абсолютно достаточно мы можем от светлых участков например еще вниз спустить каплю капля воды она разгонит разгонит нам пигмент вниз и сделает еще больше в этом случае совершенно не нужно думать о том как ну вот я абстракт на темное темное светлое светлое и пятно рыжие например до от здания ну вот здесь у меня просил чуть пигмент я могу дать более этот рыжий оттенок за счет детализации какой-то сделать дать ему этот тон ну вот упрощенно упрощенно у нас получается вот такой вот сюжет отражение конечно смотрите вы должны внимательно смотреть да вот в данном случае отражение я просто показываю вам возможности не нужно никогда передавать прям на сто процентов то что вот вы видите если вы будете вот это прям копировать у вас получится вот такой вот замусоленная история самое главное что в отражениях сделать легкими чтобы было понятно визуально что это отражение сделать это красиво сделать да вот такой вот расти сделать антикварель а вот когда уже вот у нас такое отражение где уже грязь и накладываются слои то это не не то что нам нужно поэтому в данном случае я покажу сейчас два варианта вот такой и более подробный да когда то же самое с тем же объектом значит даже если сделаете вот так этого будет достаточно для того чтобы понять что да здесь что-то отражается можно можно еще темные темные детали то есть будет понятно вы изобразили отражение значит дали сначала упрощенных если я буду стараться так не нарисую пробуйте я вообще советую прям берите бумажки которые не жалко и прям пробуйте вот такие маленькие зарисовки делаете они же интересные даже идете на пленэр сейчас тепло в каждом городе есть водоем не знаю после дождя фотографии пробуйте сделать такие варианты блики на воде показать но если прям совсем просты иногда можно набрызг сделать сейчас меня есть подсохла сейчас мы еще с лодкой с вами разберем с лодкой с водой два варианта я сделал значит по зданием да сейчас мы вот такой момент ой что-то падает значит этого достаточно для того чтобы понять что да у нас что-то здесь отражается что-то у нас здесь есть вот в данном случае нас отражение темнее но я советую чуть светлее всегда делать по тонну и проще почему потому что темный момент всегда будет притягивать внимание перетягивать детализированного объекта на темный ну вот это прямо то есть здесь уже вступает наша логика как художника все-таки немножко нужно нам думать что мы делаем до отвечать за свои действия понимать вы можете попробовать нарисовать несколько вариантов и сами увидите что но с темным темным отражением будет очень сложно так значит и вот второй вариант здесь например то же самое то же самое история сейчас я нарисую выдавить что-нибудь из тюбиков не выдавил у меня вся краска закончилась я просто опором остаток нарисую сейчас раз для себя то есть данном случае первый этап будет такой же вообще можно еще вот таким образом поступать я специально нарисовал опоры да когда вы сразу увлажняете у вас сразу тот окраска который у вас есть потекла и как бы дала отражение это вот прям 2 2 вариант но это нужно делать быстро пока у вас слой не засох то есть это возможно например вот таким образом у вас там какая-то панорама не знаю города еще пример и вы допустим пока важно даете даете воду так и у вас начинает ваш пигмент до стекать вниз и дает вот отражение то есть это как бы один из таких приемов вариантов но тогда можно здесь немножко задать воду уже ближе дать тонну получается что она у нас здесь да совсем вода вода так можно сразу заливать тоном каким-нибудь вот такой эскиз значит сейчас пока здесь увлажнила и вот такой вариант когда у нас я сейчас покажу вам прием а потом чуть более подробно расскажу то же самое я даю сначала цвет воде у меня это lunar blue не пугайтесь он распадается такой красивый для воды я сначала наношу он как будто серый а потом он он становится голубым в случае второго варианта вы можете спокойно рисовать воду вам не надо чтобы здесь было сыра вы можете подождать пока все подсохнет и уже по-сухому прописывать отражение как раз разберем а в питере вы не делаете плинат в этом году питер это просто боль моя я каждый раз говорю каждый раз спрашивает не получается пока не знаю по времени просто я по графику сейчас прям совсем 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 не знаю не успеваем даже многих вещей которые вот запланировала но я стараюсь я очень 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 стараюсь может быть все получится получится обязательно сообщу такая вот упрощенная вода если хотите мы воду с вами отдельно разберем по рисованию сегодня у нас про отражение я просто жду пока сохнет поэтому немножко детализирует какие-то мелочи вот там как раз отрабатывать отражение отражение вообще везде везде есть мы сейчас в дождь в вене рисовали тоже пейзаж с отражениями отрабатывали прям прекрасно хотим отдельно да пожалуйста отлично так хорошо будет вода с первым вариантом мы поняли да как у нас второй вариант немножко более сложный то если вам хочется детализировать побольше все пока пока сохнет вода немножко здание адресуя ну я не специализируюсь на воде я ее рисую так постольку поскольку что она мне нужна в пейзаже как мог расфальт рисовать вот мы сейчас постепенно мы вот сейчас одного примера да с водой потом лодки и еще с асфальтом то есть вот у нас будет такой было классно но холодно оля да ну вот что делать было но зато такой новый опыт когда вы еще в дождь рисовать я просто люблю такие всякие живые условия на пленэрах поэтому очень сразу абстрактно что-то такое до лодку ну то сейчас я просто как бы делаю скетч какой который я бы возможно бы в этом месте бы написала ну такой вот легкий проводу зарисовку приезжайте к нам в англии можно каждый день под дождем рисовать я была в англии в сентябре у меня был вот творческий тур в англию сейчас как раз еще пригласили англию мы рассматриваем возможность на следующий год вот лодку в перспективе плиз но я думаю что это все таки и не ко мне но мы же с вами не разбираем прям все все моменты я вот могу то что того чего я касаюсь я как бы рисую но все таки мне кажется тут уже есть такой момент что я все таки отталкиваюсь от своей до от своих тем по большей части ну точно с вами цветы не цветы не разбираем поэтому прям вот лодку в перспективе ну не знаю я подумаю обещаю подумать значит смотрите с отражением вот второй вариант здесь просто дамы пускаем вниз вот этот самый простой и выигрышный вариант вот будете делать вот сделаете так будет отражение будет все понятно вот будет сто процентов понятно и лучше так чем перемучивать вот второй вариант когда вы заливаете по форме отражения повышу себе подвину у меня еще здесь вода мокро 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 сейчас подожду а то у меня все растечется неконтролируем вот я покажу вам вот такая зарисовка в англии как раз ньюкве не знаю вот она просто совсем прям 10 минут на я показывала как раз тему отражений и и вот мне она как-то очень полюбилась значит и здесь вот такой момент вот та же история до которая которую мы вот здесь написали если вы уже так понятно что вода у воды есть еще да вот такие могут быть разводы вот пока у вас здесь можно уже по сухому по сырому но вы можете дать вот такую плоскость воде и тогда сразу у нас будет понятно при этом я не прорисовываю лодку я не делаю отражение что вот лодка по форме у меня вот такая да там даже если она вот здесь заканчивается визуально не отражается лучше пустите отражение насквозь длинные это будет естественнее то есть вот цель моя до сегодня показать что если вы нарисовали вот так вот понятно что это отражение и никто не будет вот сравнивать с фотографией что вот здесь вот так здесь вот так вот здесь кстати даже повеселее оптимистичнее до чем вот тут поэтому не пытайтесь вот прям сто процентов вы должны знать прием каким образом можно показать отражение вот я к этому то есть вот в этом цель именно прием отражений они сто процентов вот все 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 вот эти вот вот детальки передать то есть если вы знаете прием вы показали отражение понятно что они здесь у вас насти спасибо вам огромное за ваш труд как жаль что на работе нужно бежать видео будет в записи вот и поэтому и на сайте и здесь пока 24 часа значит ну что у меня тут подсохла как думаете и уже допустим я заливаю отражение по-сухому то есть в этом случае делают он плотные например во впереди они без разрывов идут без разрывов и вот чем дальше тем больше каких-то моментов я щас объясню зачем я лист наклоняю я точно так же даю определенный цвет отражения вот по форме например здесь он у меня прерывается можно даже вот волну пустить его но здесь у меня такое разрывов становится все больше и больше тут если еще какие-то объекты еще что-то у нас там неважно в общем то неважно и могу уже в него пока она сырое пускать такие вот отражение света то есть я не пытаюсь можно два варианта опять же есть вы можете сразу менять цвета но это сложно если у вас изображение не очень большое не на целый лист вы пишете пейзаж там какое-то с отражением то тогда вы можете просто уже в сырую заливку вертикальным образом пускать какие-то отражение пока она у вас от светлых мест то же самое снова сырая до внутрь просвет и у меня вся вот сейчас краска утекла как бы вниз поэтому я чуть-чуть в эту сырую заливку темня и ее на контакте с поверхностью потому что самое темное все равно будет вот здесь очень все перекликает системой теней почему потому что тени самые темные непосредственно рядом с объектом то же самое с отражениями отражение самое активное будет непосредственно рядом с объектом потому что будет его тут вот тут уж насколько вам хватает фантазии немножко разнообразить его а у нас там вот здесь что то есть то есть я могу сейчас допустим сразу вплести более такого рыженького цвета если показываю так намеренно чуть ярче чем я бы писала просто для того чтобы было виднее в эфире потому что иногда немножко съедается и цвет и и свет и цвет поэтому так это у меня мулин нет это хлопок ну это хлопок просто у меня он меня вот было спачка на пленэре поэтому я его использую сейчас цвет воды просто восторг люблю такие природные оттенки спасибо ну он такой знаете это грануляция конечно помогает поэтому попроще получается с гранулирующим гранулирующей краской мухлюю в эфире мухлюю и вот видите здесь какой диссонанс происходит когда у вас очень детальное детальное отражение это очень важно вот посмотрите какое детальное красивое отражение то есть сразу до нужно чтобы у вас было еще более детальное детальный верх иначе получается что у вас если вы не детализируете маленький верх и маленького размера дом то отражение никогда не будет вот такого плана рисуйте вот так тогда тогда будет проще понятнее то есть это два варианта до рисования отражений в принципе больше их и и нет ну то есть таких да вы можете просто комбинировать различным образом это уже можно в рамку готовой акварель ну это такая показательная пара слов про грануляцию какие цвета дают дача с расскажу вот смотрите это прям важный момент я на нем остановлюсь то есть если у вас вот такая детальная детальное отражение еще раз повторю то смотрите вы сами видите насколько нужно чтобы было более детальный верх если не получает если у вас не детальный верх то делайте проще потому что вот вот делайте проще когда естественно у вас там какая-то проработка вот ну то есть я не рисую в воду много но иногда бывало бывало вот то есть здесь тогда у нас детализация есть тогда и здесь это можно себе позволить ну то есть всегда легче сделать проще внизу сделайте проще внизу то сто процентов попадете делайте внизу сложно тогда думайте над тем что у вас будет тут может быть не очень удачно все сразу вот хочется визуально здесь все детализировать 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 какие-то у меня уже у самой даже прям рука тянется все что-то сюда добавить виду что уже вот вот хочется сразу чтобы было более более понятной понятная форма дома например летение или еще что-нибудь вот нанесусь значит грануляция у меня вообще таких вот краска красок с эффектами 2 2 это аметиста данил смит она дает блеск и это lunar blue от тоже данил смит собственно эту грануляцию что сразу хочу сказать я не советую вам 100 красок с грануляции покупать потому что ну я не знаю купите вот любимец то мне нравится как гранулирует вот чистый он распадается получается распадается он только когда по сырому когда по сухому я его наложу это будет вот такой вот просто серый цвет вот а в сырую заливку распадается на голубой и черный и к хорошо мне для воды потому что у меня как правило бирюзовых оттенков нету но сейчас вот появилась тут я думаю что кто смотрел я не заметил что у меня какой-то бирюзовый период немножко значит и получается что суть в чем грануляции да благодаря воде там разного веса пигменты один пигмент опадает он тяжелее он остается другие еще движутся в потоке воды и вот они как бы разделяются на два таким образом хорошо этот эффект он как бы передается вам не нужно все всю линейку цветов иметь допустим чтобы сделать эту грануляцию ну вот это работа из вены свеженькая совсем значит вот здесь хорошо видно что гранулирует горы вот распадается дано на две составляющие и подмешивая этот же цвет и в другие оттенки грануляция продолжается и ниже и ниже то есть она будет там где даже капельку этого цвета дает грануляцию на других цветах то есть вот коричневый у меня и фиолетовый тоже гранулирует благодаря собственно для него смиту так что у меня только один цвет его подмешиваю получаю грануляцию нужных мне областях значит летом будут линеры будет в общем сейчас я готовлю новый проект если получится то прям будет хорошо я надеюсь вот но в целом покажет точно точно 16 18 июня будет царицына с другим вот так а если берег далеко какой длины будут отражения если берег далеко вот практически их может не быть либо вы можете совсем упростить даже не знаю что такое нарисую только нарисую например вот так какие-то два домика стоят тут небо например сейчас будет понятно пока пока пятно пока пятно все кладил классика к пятно из пятен рождается акварель так и стоят они где-то на берегу например вот эта часть у него коричневая и в тени и в тени и 2 2 2 тоже такой же там не пятно там тучи да вот они кстати сами тут получились так да как вообще определить длину отражения они равны по высоте объекта чем дальше вы находитесь тем меньше будет отражение но все зависит еще от того насколько вы видите вот эту вот поверхность а вообще не нужно определять выходите на пленэре смотрите больше вот смотрите и и вы увидите и высоту то есть вы же если я рисую из головы я хоть какой длины могу сделать это возможно просто точка обзора моя выше и я вижу очень много плоскости воды то есть из головы вообще то есть все равно но если вы на пленэре смотрите наблюдаете окно например бережок здесь абсолютно такая же такая же история на эту краску я сегодня все теряю прощение как научиться оставлять белую бумагу не работайте с белилами и маскирующей жидкостью это облегчает сильно жизнь работайте с кисточку вместе фирпу владению кистью вот прям берите кисть и много-много пишите кистью тогда будет легко оставлять фрагменты и это именно связано с работой кисти это все вот как раз я использую комбинирую этот прием потому что у меня здесь еще сыра у меня потекла моя зелень прекрасно вниз так да ну естественно знаете тут как бы уже такой момент всегда повторюсь практика очень много нужно рисовать смотреть наблюдать есть наблюдательность это наше все то есть в таком случае когда у нас далеко у нас может практически не отражаться то есть мы стоим далеко и у нас нету отражение у нас отражается только зелень ну мы можем чуть-чуть пустить там например визуально сразу же коричневый сюда как будто мы видим кусочек кусочек крыши уже то есть крыша выше и здесь например то есть это вот если очень далеко то отражение практически не будет самое главное что вы даете тон тон воде и уже в нее опускаете отражение когда далеко то проще всего нарисовать вверх дальше вы увлажняете вот как я делала а ждете там сколько угодно манипуляции делаете верху потом рисуете вот эту прибрежную линию и сразу же после этого пока она у вас не высохла увлажняете водой и она чуть-чуть подстечет даст вот эти отражения именно от прибрежной линии все и все и ваше отражение готово больше ничего не нужно будет то есть это вот такой вот такие варианты смотрите у нас прям с вами сегодня много много маленьких пейзажиков вот так с лодкой с лодкой с лодкой с лодкой а давайте сначала разберем асфальт наверное людей потом тогда с лодкой да так настя добрый день вопрос не про отражение как часто вы пленерите при сухом климате как быть быстро сохнуть бумага также рисуете ли вы стоя на солнце ли ищите месяц тени значит я всегда ищу место в тени иногда это просто даже очень тяжело и у меня начинается паника иногда но я те же живой человек когда с группой мы долго не можем найти место в тени ну потому что я не могу лично писать на солнце сразу кровь в глазах бьет и вот красное все становится ты теряешь вообще ощущение цвета света тона и всего остального поэтому естественно конечно иногда я там могу упустить какую-то хорошую точку для того чтобы сесть все-таки в теньке я потом эту точку там пишу по фото например дома вот по истечении часа эфир продолжится наверное то есть я хочу успеть сегодня все задуманное конечно я хочу уложиться в час всегда но никогда у меня не получается потому что я все время придумываю что-то на ходу чтобы вам рассказать ну вот такие они у меня живые эфиры вот так сложные формы зданий как тоже посмотрите предыдущие эфиры на моем youtube канале кусту анастасии либо на моем сайте они все 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 есть прям советую прям сверху ну то есть самых старых потому что у нас все так постепенно я как бы все время ссылаюсь на те навыки которые уже получены то сегодня я уже про здание и как делать заливку с кисти не рассказывал потому что мы это уже проходили вот давайте вот такой вот маленький наш попробуем так так но я не буду я с кисточки просто все буду делать значит про пленэр я продолжу отвечать на вопрос значит если сохнет все я работаю по сухому вот как сейчас я просто с кисти работаю либо увлажняю меня пульверизатор есть всегда не увлажняю это я сейчас пишу подложку под верхний слой с небом сразу немного более темную потону вверху и более теплую вниз как у нас городском пейзаже есть сейчас чуть-чуть подсохнет так но при этом когда на пленэре пришло солнце настя стойкой непоглебима ходила объясняла всем еще часа полтора наш герой саж спасибо ну я за я старалась а что же делать я же не не властная не могу солнце убрать если она вот уходит то то все все так и давайте пока у меня здесь сохнет параллельно лодочку с вами сделаем сегодня до хорошее настроение хочется много вот такую как он вот но я не буду прям очень-очень детальными писать иначе прошу прощения сейчас завершу прямой эфир и и подключусь потому что звонок звонок у меня звонок